Здравствуйте! С центрально-азиатскими новостями радио Азаттык в студии Лиза Кенинбаева. В Пишаваре объявлен трехдневный траур по погибшим накануне в теракте. Жертвами нападения боевиков стал 141 человек, 132 из них – дети, десятки людей ранены. По словам пакистанских военных, операция по освобождению заложников завершена. Ликвидированы все семь террористов. На момент нападения боевиков в здании школы находились около 500 учащихся и преподавателей. Ответственность за теракт взяло на себя движение «Тахрики Талибан Пакистан». Экстремисты заявили, что нападение – акт возмездия за убийство членов их семей в ходе антитеррористических операций. Пакистан с июня текущего года проводит военную операцию против «Талибана» в Северном Азеристане. За это время ликвидировано около 2000 боевиков. Столица Афганистана. Кабуле объявлено о подписании властями страны контракта на строительство железнодорожной линии, соединяющей Китай, Кыргызстан, Таджикстан, Афганистан и Иран. Схема маршрута, предполагаемая региональной железной дороги, была утверждена по итогам прошедшего 8-9 декабря в Душамбе заседания экспортов пяти стран. Отметим, дорога будет проложена от китайского Кашгара через территорию Кыргызстана-Таджикстана до афганского Герата. Впоследствии магистраль планируют соединить с иранской железной дорогой. Представитель Министерства общественных работ Афганистана заявил, что в финансировании проекта участвуют Всемирный банк и Азиатский банк развития. Технико-экономическое обоснование проекта, как ожидается, будет завершено в середине 2016 года. На юге Таджикстана Хатлонской области возрождается рыбоводство. В советское время эта отрасль экономики была достаточно развитой. Рыбные хозяйства уже заявляют о своих успехах. Многие из них берут в аренду заброшенные рыбные хозяйства и выращивают толстолобиков, сазанов и другие виды рыб. Производители обратились к местным властям с инициативой объявить пятницу рыбным днем. Они готовы обеспечить в этот день недели все магазины, рестораны, кафе и другие точки общественного питания рыбной продукцией, причем по сниженным ценам. Экс-чемпион мира по боксу, неоднократно завоевавший золото в разных весовых категориях, а ныне комментатор телеканала HBO Рой Джонс-младший поздравил Казахстан с Днем независимости. Накануне он с коллегой, экс-чемпионом мира Олегом Маскаевым, прибыли в Казахстан для участия в открытии турнира по боксу, который пройдет в Караганде 17-21 декабря. Рой Джонс поздравил казахстанцев с Днем независимости республики, для чего даже выучил текст на казахском языке. Министр культуры и спорта Растамбек Мухаммедиулы вручил спортсменам национальные чапаны и головные уборы, которые боксеры с удовольствием примерили. На этом у меня все. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rusv.zatik.kj. Всего доброго и до свидания.